Ноябрьск 24 продолжает свою работу и сейчас о главных темах вторника. Роковая ошибка. На промзоне произошла смертельная авария. Два человека остаются в больнице. В Больше тысячи доз в Ноябрьск привезли очередную партию вакцины от коронавируса. И получить сертификат проще и быстрее выдачи маткапитала появились изменения. На дорогах Ноябрьска в наступившем 2021 году скончались уже два человека. 8 января под колеса автомобиля попал пешеход, а 11 числа смертельная авария произошла на промзоне. Тему продолжит Яна Джуз. 9 вечера. Будний день. Промзона оказалась бы в это время одной из самых немноголюдных мест в городе. Но именно на этом перекрестке 11 января в 21.00 столкнулись две иномарки. Ауди ехала по третьему проезду. Это главная дорога. В этот момент на перекресток выехала Киа с авторостепенной. Избежать столкновения, увы, не удалось. Кто-то скажет судьба. На деле же не соблюдение элементарных правил дорожного движения. В последствии роковой ошибки водителя на этих кадрах весь удар пришелся на переднее пассажирское место. В этот момент там находился 33-летний мужчина. Он погиб мгновенно. За жизнь еще двоих людей в корейской иномарке предстояло бороться спасателям и медикам. Нам пришлось разжимать стойку, чтобы освободить пассажира, который находился на заднем сидении. Также пришлось обрезать пассажирскую дверь переднюю, чтобы смогли извлечь тело погибшего. Из выживших в Киев самые тяжелые травмы получил виновник аварии. Водителю иномарки летом исполнится всего 22. Российское гражданство уроженец Таджикистана получил около года назад. Примерно в это же время получил и водительские права. Было принято решение по направлению на место происшествия 2 бригады для оказания медицинской помощи. У мужчин была клиническая смерть, была реанимация с восстановлением сердечной деятельности и в дальнейшем доставлено в приемное отделение. Тяжелого пациента встречала целая команда реаниматологов. Правда, этого он уже не видел. Мужчина впал в кому. Так называемая постреанимационная болезнь, в любом случае это последствия тяжелые для пациента. Изначально водитель поступил сразу в крайне тяжелом состоянии. Он был госпитализирован тут же в отделение реанимации, где проводились все мероприятия. А пассажир был в относительно удовлетворительном состоянии. Смотрим травматолога. Мы госпитализируем в травматологическое отделение для дальнейшего лечения. Пассажир Киев медленно восстанавливается. Врачи говорят о хороших прогнозах. По неофициальным данным, водитель корейской иномарки в этот вечер подрабатывал таксистом. Его пассажирами оказались вахтовые рабочие. Мужчины приехали на север на очередную смену. Об ответственности молодого водителя говорить пока рано. Борьба за его собственную жизнь в самом разгаре. В одном из домов Ноябрьска из-за незаконной раковины рухнула стена. Что бы случилось в деревянном общежитии на улице Республики. Зашли сюда. Мы увидели, что под раковиной, которая самовольно установлена, это общежитие. Здесь не должно быть ни плит, ни раковин. То есть это все сами люди сделали для своих удобств. Была подтянута, подключена. Вон их там видно внизу. И она замерзла, скорее всего. На пары сырость пожаловался сосед. Причину коммунальщики смогли установить не сразу. Дом признан аварийным и комната уже расселена и закрыта. Именно в этой комнате незаконно перенесли сантехнику. Труба с горячей водой лопнула. И кипяток залил пустую квартиру. А от пары разрушилась и стена. Мы произвели, заглушили все водоснабжение. И в настоящий момент причина аварии устранена. Но последствия, как вы видите, не имеют места быть. В самом доме водоснабжение имеется. Горячее, холодное водоснабжение имеется. Это теплооснабжение. Жильцам пострадавшей квартиры пришлось съехать. О вопросе, кто будет устранять последствия аварии. И будет ли сейчас разбирается комиссия представителей управляющей компании и администрации города. Дом находится в стадии расселения. И комиссии предстоит решить, целезобразно ли проводить восстановительный ремонт. На Ямал поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Это 1300 доз препарата гам-ковид-вак. В ближайшее время вакцину распределят по городам и поселкам. Всего с начала кампании в регион поступило уже более 2700 доз. Прививку поставили 1100 ямальцев. Почти 500 из них уже получили оба компонента препарата. Все они чувствуют себя хорошо, сообщают региональные власти. В данный момент поставить прививку от COVID-19 могут работники здравоохранения, образования, также социальных служб. По мере поступления препарата список категорий граждан обещают расширять. 1322 звонка за новогодние праздники поступило в колл-центр по вопросам COVID-19. На вопросы отвечали 10 операторов. Время ожидания ответа не более 40 секунд, а средняя продолжительность разговора около двух минут. Звонки принимают по единому бесплатному номеру 8800-191-03, а также по многоканальному телефону 33-48-03. Позвонив в колл-центр, можно вызвать врача на дом, уточнить результаты теста и номер постановления Роспотребнадзора, узнать, открыт ли больничные листы и получить консультацию по течению заболевания. На Ямале возобновили диспансеризацию. Об этом сообщил главный врач Центра медицинской профилактики. Ежегодное обследование населения приостановили в конце 2020 года из-за эпид-обстановки. Теперь пациенты вновь смогут проверять состояние здоровья. Правда, с соблюдением санитарных норм, масках и перчатках и социальной дистанции. График работы врачей лучше уточнить в регистратуре. Вспыши коронавируса во время проведения осеннего призыва на Ямале не было. Об этом рассказал военный комиссар округа Михаил Таровин. В целом, по его словам, кампания прошла по плану. Призыв проходил в ноябре-декабре с учетом строгих санитарных норм плюс обязательное тестирование на ковид. Норму по призыву на Ямале выполнили в полном объеме. К месту службы призывников отправляли в отдельных вагонах, которые специально арендовала Минобороны. Это тоже меры безопасности. Что касается географии службы, она широкая. Санкт-Петербург, Севастополь, Калининград, Хабаровск и не только. В Северяне попали и военно-морской флот, в том числе на большой десантный корабль «Ямал». С этого года использовать материнский капитал станет удобнее и быстрее. Пересмотрены сроки как оформления документа, так и рассмотрения заявки на распоряжение средствами. Если ранее на выдачу сертификата отводился целый месяц, то теперь это должно занимать не более пяти рабочих дней. Однако период может быть продлен до 15 дней, если пенсионному фонду потребуются дополнительные сведения. При этом еще с прошлого года обращаться за выдачей материнского капитала семьям никуда не нужно. Его оформляют автоматически. Что касается распоряжения материнского капитала, здесь также сокращены сроки до 10 дней и в случае, если не представлен какой-то документ, то срок продляется до 20 дней. Заявление оформляется непосредственно без участницы владелица сертификата напрямую по нашим техническим возможностям электронно. В этом году также увеличился размер материнского капитала на первого ребенка. Он составляет почти 484 тысячи рублей и около 639 тысяч на второго. Нефтяники Ноябрьска завершают строительство ключевого объекта газовой инфраструктуры на отдаленной группе месторождений. На Чаталкинском месторождении «Газпромнефть» Ноябрьснефтегаза строят специальную установку, которая позволит сжимать и подготавливать попутный нефтяной газ. С ее помощью часть газа можно будет использовать для выработки тепла и электроэнергии. Она обеспечит работу нефтепромысла. Также обогащенную газовую смесь будут закачивать подземные горизонты, чтобы поддерживать необходимое пластовое давление. Этот подход поможет увеличить уровень полезного использования попутного газа до 95% и увеличить эффективность нефтедобычи. Пусконаладочные работы начнутся в ближайшие три месяца. Комар из Ноябрьска вошел в тройку самых необычных памятников страны и завершилось финальное голосование Всероссийского конкурса, организованного известным сервисом путешествий. Почти две недели пользователи интернета давали свои голоса за понравившихся кандидатов. В финал вошли 10 памятников победителей в промежуточных раундах. Ноябрьский Комар сразу выбился в число лидеров, долгое время занимал второе место, потом сместился на третье и в итоге там и остался. Его почти на 10 тысяч голосов опередила скульптура «Свидание из Курска». Победителем же финального голосования стал памятник тувинской письменности. Учитель физкультуры Салихарда установил собственный рекорд. Андрей Алексеенко очеканил футбольный мяч 11700 раз. На это у спортсмена ушел 1 час 45 минут и 20 секунд. Достижение «Ямалец» посвятил директору третьей школы, в которой работает и всем учителям Ямала. При этом в планах у преподавателя побить свой рекорд уже 23 февраля. Ну а главная цель – войти в Книгу рекордов России. Для этого нужно набить мяч больше 26 тысяч раз. Жителям Ноябрьска предлагают стать волонтером «Япобеды» и принять участие в предстоящем параде. Волонтерский корпус объявил о начале конкурса для желающих вступить в ряды добровольцев. Он называется «Хранители Победы». Участником может стать любой совершеннолетний. Для этого нужно заполнить анкету на сайте «Волонтеры Победы» и записать видео-визитку. Ролик необходимо разместить у себя на странице ВКонтакте или Фейсбуке с хэштегами конкурса. Заявки принимают до 10 марта. При лучших добровольцев станут хранителями Победы и помогут при ведении парада и шествия бессмертного полка. А доброволец, занявший первое место, поедет в одну из стран мира по международному обмену. На Ямале откроется первая в округе арт-резиденция. Название пространства, что находится в Салихарде-Полярис. Но участники могут быть и из других городов региона. Современное здание разделено на несколько зон. Для театралов организовали зал с мини-сценой. Здесь будет работать приглашенный режиссер из Тюмени. Те, кого интересуют медиа, смогут создавать контент специально оснащенной студией. Также есть танцкласс и студия звукозаписи. Организаторы обещают, что в будущем на этой площадке можно будет реализовать образовательные проекты. Лучшие получат финансовую поддержку. Победители первой волны разделят между собой 600 тысяч рублей. Желающие стать резидентом должны подать заявку до 10 февраля на сайте арт.янау.ру. Результаты объявят на торжественном открытии в первом квартале этого года. В будущем арт-резиденция также появится в новом Уренгое и Ноябрьске. Еще больше новостей на сайте ноябрьск24.ру и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok